Сегодня участвуем в деловой поддержке Московского международного Круглый столб, который, по моему мнению, имеет одно из самых стратегических значений для всей деловой повестки. Это Круглый столб, посвященный вопросам подготовки кадров специальными знаниями, так называемых СПО, рабочих в зависимости и высшем образовании для отраслей пищевой и вырабатывающей промышленности. Я, к сожалению, статистику сейчас не вижу, но по предварительным подключениям статистика такова, что более 500 человек у нас сейчас в онлайне. Думаю, будет их намного больше, потому что тема животрепещущая, и, что очень приятно, как минимум из 500 участников, 250 – это руководители СПО и высших учебных заведений со всех уголков нашей страны. Я представлю сегодня, у нас сегодня шесть человек, которые будут озвучивать повестку нашего совещания. Я сделаю небольшое представление о тех состояниях подготовки кадров для пищевой и вырабатывающих, которые есть сейчас, и о тех перспективах, инновационных кейсах, которые есть у нас в целом в стране и за ее пределами. У нас сегодня присутствует мероприятие, я очень тому рад. Кузнецова Алла Геннадьевна, это директор департамента госполитики и подготовки рабочих кадров в Министерство просвещения Российской Федерации. Я, Алла Геннадьевна, вас благодарю за то, что вы сегодня поддерживаете наше мероприятие, являетесь также организатором его. Это означает, что действительно исполнительная власть, высшую учебное заведение СПО «Бизнес», как всегда вместе. Горячая Ленда Геннадьевна, это заведующая кафедрой пищевой безопасности в нашем университете пищевых производств, она же исполняющая обязанности нашего фонд СПО по Дивиду Геннадьевне. Она сегодня тоже дала рассказать о основных принципах подход и сделает для предположения. Мы просили сегодня к участию наших зарубежных коллег. Это будет одного из португальских колледжей, одного из передовых технологических колледжей Португальской Республики, Руи Манелла Мачада из Де Коста. Он сегодня выступит тоже своим докладом и расскажет о трендах зарубежных подготовки специалистов в наших отраслях. Нас сегодня поддержал бизнес и, наверное, одно из самых передовых пищевых предприятий страны, по крайней мере, статистика об этом говорит лучше, чем сами коллеги этого предприятия. Это наша компания Черкизова, крупный холдинг, думаю, представления о ней не нуждаются, вот зам руководителя по кадрам, директор центра молодежных программ, Куторецкая Людмила Юрьевна, сегодня тоже подключилась. Она расскажет о нашем совместном продукте от корпоративного университета и учил о подходах к непрерывной подготовке специалистов и к прикладному трудоустройству в бизнесе. Также у нас будет представитель одного из наших российских региональных колледжей, это Вещагина Елена Радикова, тоже расскажет о своем опыте в организации подготовки и взаимодействии с высшими учебными заведениями. Есть на коллеге, я все-таки хочу в самом начале сказать следующий момент. У нас, к сожалению, организаторы МСО очень сильно ограничили, как они сказали, ровно 13.00 они нас отключат, поэтому у нас очень жесткий график. Я ровно в 12.15 закончу свое выступление и при всем уважении ко всем выступающим очень попрошу ровно укладываться в 10 минут и не обижаться на меня, если я буду просить заканчивать ровно в это время, если вдруг будет переиспользован тот тайминг, который мы предоставили, поскольку иначе просто мы не успеемся выступить. С учетом того, что желающих выступить очень много, но нам всего дали 6 позиций, 6 окон, у нас есть возможность оставлять вопросы всем слушателям нашего сегодняшнего мероприятия, телемоста. Сегодня мой проректор, тоже соорганизатор Бегулатова Альгина Ахатовна, который вы видите здесь на экране, она будет отслеживать все эти вопросы. Мы что-то, если у нас останется время, самые ключевые, попробуем дать ответы, уверен, мы это сделаем без проблем. Если мы это не успеем организовать, то дальше в рабочем порядке мы на все вопросы подготовим содержательные изложения и уже отправим всем тем, кто из этого. Если вы не против, тогда мы вот таким образом повестку нашу организуем, и я перейду к своему докладу. Меня слышно? Все нормально, все понятно, адекватно? Все согласны? Все согласны? Я не вижу, что вкивали, я вам поулыбком. Думаю, что всем все понятно. Коллеги, что хочу сказать. Я в самом начале своего выступления и сейчас прошу коллег на презентацию. Я говорил о значимости нашего телемоста, и это не пустые, словно пищевая вырабатывающая промышленность, это не только барометр нашей экономики. Это отрасль, одна из ключевых отраслей и первая в списке всех отраслей в реальном секторе экономики по количеству трудноустроенных специалистов. Более 65% специалистов, работающих сегодня в реальном секторе экономики нашей страны, это работники, сотрудники пищевой промышленности. Это действительно крайне важная отрасль, которая не только является и драйвером нашей страны, и экономики нашей страны, но и, как мы знаем, сейчас является одной из самых пострадавших в связи с теми ограничениями, которые есть в мире. Так вот, мое убеждение, я думаю, вы здесь все согласитесь со мной, что именно подготовка КАТО является одним из ключевых базовых элементов и в поддержании, и в развитии потенциала нашей отрасли. Хочу сказать, что как и исключительность отрасли еще является в том, что в нее входит более 60 подотраслей. Таких нет в мире нигде. И то количество организаций высшего образования, организаций среднего специального образования, которые реализуют программы подготовки, в нашей стране исчисляется даже не десятками, а сотнями, что говорит о востребованности этих специальностей и важности для отрасли. Немаловажным фактом и трендом последних лет является то... Запущен, да? Запущен? А, так, а как... Я прошу прощения, коллега, сейчас не разберем. А куда припитали? Георгий, вы включите презентацию, включите, пожалуйста. Я считаю одним из важных трендов последних лет, что главный дополнительный импульс на специальной подготовке пользователя КСПО, это те наши движения, такие как LowSkills, Abelix, которые и придали международный статус подготовке кадров рабочих специальностей, и еще подтянули неким образом состояние делать именно в области образовательной по данному направлению. Очень хочется сказать, что действительно здесь мы делаем определенные успехи, и, наверное, один из самых таких ключевых трендов в этом направлении, это то, что мы действительно поняли для себя, что триумерат образования и СПО, и высшего образования науки и бизнеса, это, наверное, тот самый важный двигатель, который есть сейчас и который обеспечивает качество подготовки технологий, которые можно сейчас в нашей экономике. Но, несмотря на все плюсы, которые мы имеем сейчас в подготовке и понимании друг друга, есть и некоторые минусы. Первое, это, конечно, та географическая разобщенность, которая есть у нас, действительно, очень большое количество университетов, очень большое количество колледжей, их организаций, предприятий, у которых разные принципы, разные идеологии, и, конечно, такого единого органа действительно не хватает и в принятии решений, и в формулировании общей повестки, и в реализации единых стандартов подготовки. В этой связи есть предложение создать ассоциацию организаций высшего образования, среднего специального образования, куда мы предложим войти нашим исполнительным органам исполнительной власти, это Министерство науки и высшего образования, и, конечно же, Министерство просвещения Российской Федерации. Мы на слайде представили цели и задачи этой ассоциации, я их коротко изложу и прокомментирую. Очень надеюсь, что они видны на экране, потому что, честно говоря, на моем экране они не видны. Поэтому я их протоксирую. Первый очень важный момент – это консолидация усилий в сфере развития образовательного и научного потенциала образовательных организаций, которые будут осуществлять систему непрерывной подготовки специалистов от школы до рабочего места с возможностью повышения квалификации в течение всей своей профессиональной карьеры. Считаю, что вот именно аспект триумирата образования в науке бизнеса, взаимодействия в колледжи, высших учебных заведений и непосредственно предприятий имеет естественное значение и решающее для не только поддержания пищевой промышленности, но и развития и вывода ее на новые рубежи мировых. Вторая цель – это действие повышения и укрепления престижа в профессии пищевой промышленности, при том, что она авторитетна, я об этом говорил, но тем не менее ход сбавлять нельзя. Мы должны постоянно улучшать наши подходы, смотреть, безусловно, на все эти существующие мировые опыты и применять их точечно в нашей системе подготовки. И мое мнение, что именно вот наш консолидированный конституционный орган, ассоциация, может позволить это сделать. В рамках этих двух макроцелей мы для себя определили несколько задач. И ключевая из них – это осуществление сотрудничества в развитии новых и главных современных форм образования. Очень многие выпускники школ сейчас выбирают тренд на организацию доучивания или же принципиального обучения, так называемой профессиональной подготовки БСКО. И я считаю, для инженерно-технологической подготовки это очень важно. Приход ребят в высшие учебные заведения, имеющих за спиной специализированную подготовку, действительно создает возможность сделать из них профессионалов нужного уровня. И вот эта квинтэссенция специализированной подготовки БСКО и профессиональной подготовки в ВУЗе считаю заломом успеха любого специалиста в инженерно-технологической БСКО. Вторая задача – это развитие целевой подготовки кадров и определение их траектории в бизнесе. Убежден, что те представители университетов, которые сегодня присутствуют на нашем совещании, на нашем телемосте, знают как положительные моменты целевой подготовки, так и отрицательные. И вот, по моему мнению, мы подготовили ряд предложений в наше министерство по модернизации подхода к целевой подготовке, где при условии приема и изучения в университет выпускников СПО мы будем просить министерству снимать обязательные показатели государственного участия в крупных предприятиях и бизнесах. Это даст возможность нам более гибко подходить к организации траектории для студентов и абсолютно четко определять тот вектор их развития и гарантировать их попадание именно на то предприятие, которое они заявляли при поступлении в бакалавриат. И в данном случае здесь есть инновация, поскольку этот процесс будет вовлечен в курсе, вложение и из крови. Еще один важный подход. Здесь отдельное спасибо мне хочется сказать нашему министерству просвещения за отдельную программу материального оснащения, модернизации материально-технической базы в наших колледжей, особенно регионального полка. И эта программа предусматривает вклад инвестиций в строительство новых лабораторных комплексов и создание метров развития компетенции. Я уверен, что наш ассоциативный орган не только подгаривать единую позицию, единые стандарты в формировании этих центров развития компетенции, но и выходить единым ключом министерства с единой программой оснащения тех или иных лабораторий в тех или иных регионах, в тех или иных СПО. Я считаю, что это очень важная мера. Мы ее реализовали на базе одного из колледжей в Северной Осетии. Действительно огромная благодарность Министерству просвещения, который в рамках конкурсных процедур и всех правовых решений помогли оснащить этот колледж. И в этом принимал участие Министерство пищевых производств. Еще одной задачей, очень важной, считаю, осуществление образовательных действий в целях повышения квалификации уже существующих работников действующих предприятий. Это то, о чем, уверен, скажет Людмила Юрьевна. Это тот обратный синергетический эффект, который мы получаем от бизнеса. И здесь, считаю, ассоциация тоже будет крайне полезна. И опыт из... ...совмещен с теми задачами, которые имеют у бизнеса. И уже с другой стороны, выходить к подготовке кадров. Не студентов, а повышение квалификации действующих специалистов, а именно обеспечение непрерывного, так называемого, образования в течение всей жизни. Четвертое, точнее, пятое, да, это участие в определении объемов КЦП, контрольных цифр приемов. Вот здесь у нас принципиальная позиция. В нашем университете мы определяем заранее ту квоту, ту полю бюджетных мест, которые мы готовы отдавать нашим колледжам. Хотим делать это абсолютно системно и в региональном аспекте, не только работая с московскими, мы очень уважаем колледжи. Здесь, уверена, ассоциация также сыграет огромный рот, и мы сможем обеспечить транспорт студентов из колледжей по всему университету нашей страны, по крайней мере, пищевого профиля. Но и последнее, наверное, самое важное. Вы знаете, что в конце нашей образовательной цепочки стоят центры оценки квалификаций. Мы обязаны с вами с 21 года будем оценить квалификацию для любого инженера-технолога. Здесь каждый колледж, каждый университет нашего культуры участвует в этой работе. Университет пищевых производств является одним из разработчиков профстандартов по 19 группе. Я считаю, что единая позиция нашей ассоциации в этом вопросе тут будет крайне полезна и нужна, что позволит и четко удовлетворять тем требованиям, которые будут предъявляться в ЦОКах специалистам, и также высказывать мотивированные позиции по модернизации этих стандартов по оценке квалификаций сотрудников. В завершении последние 30 секунд хочу сказать о структуре управления. Она достаточно простая. Здесь ключевой какой? Это триумберат. Вы увидели здесь, есть на запись, можно слайд вернуть, есть представители высших учебных заведений, безусловно, представители среднего профессионального образования, конечно, научных институтов и, конечно, бизнеса. То есть мы абсолютно правомерно можем выходить и действовать в парадигме научно-образовательных центров мирового уровня и укреплять наши пищевые отрасли, в том числе и со стороны передовой науки. Поэтому хочу сказать следующее, что еще до начала нашего мероприятия 150 участников, 150 СПО, изъявили желание подписать наше соглашение по созданию ассоциации. Мы сегодня разошлем всем желающим положение в ассоциации и проект соглашения и очень надеемся, что вы нас все поддержите в этом направлении. И эта ассоциация станет одной из ключевых и таким одним из новых мейнстримов для развития инженерно-технологической подготовки специалистов. Я на этом завершаю. Я даже три минуты переговорил. Я прошу прощения, что очень все скомкано и быстро. Я хочу передать слово нашему директору департамента государственной политики в сфере профессионального образования и переезжающей подготовки кадров Министерства Просвещения России Кузнецовой Олегенальевне. Олегенальевна, вам слово. Спасибо. И уверены, что сегодня будут, скажем, сказаны стратегические вещи для развития подготовки кадров этого образования. Спасибо, Михаил Григорьевич. Коллеги, очень важно сейчас, что мы встречаемся. В любом случае для Министерства Просвещения это точно важно. Мы сейчас находимся в состоянии разработки концепции развития, концепции, стратегии развития системы СПО до 35-го года. И вот эти все площадки для нас – это, конечно, источник идей. И затем мы в этих же аудиториях будем, наверное, наверняка общественное обсуждение проводить. Конечно, в рамках этой стратегии, безусловно, усиливается рассмотрение СПО в контексте экономики как фактора, как части инфраструктуры экономики, региональной и федеральной. И вот сейчас мы анализируем, как региональные системы СПО соотносятся с региональными стандартами кадрового обеспечения промышленного роста, которые во всех регионах работают по инициативе агентства стратегических инициатив. И мы видим, что в 78 субъектов Российской Федерации среди экономических точек роста выделены пищевое производство и туризм в его рамках деятельность гостиницы, предприятия, общественного питания. То есть мы можем говорить действительно, что это очень важный экономический фактор развития пищевого производства, пищевой промышленности. И только в семи субъектах Российской Федерации общественное питание не рассматривается как перспективная отрасль развития региона. Но я думаю, что они тоже не додумали, потому что учить, лечить и кормить – это вечное направление человеческой деятельности. Сегодня подготовка кадров по профессиям и специальностям СПО в сфере индустрии питания ведется в рамках шести укрупненных групп профессий и специальностей. Действительно, это очень популярное направление подготовки. Буквально за последние несколько лет на 22% увеличился контингент обучающихся и растет прием, растет выпуск. При этом есть, вероятно, вопросы к прогнозу потребности, потому что по этим специальностям и профессиям трудоустройство выпускников составляет на 2% меньше, чем по другим. Но мне кажется, есть серьезная точка здесь для размышления, потому что все-таки большая часть предприятий в этой сфере – это малый и средний бизнес, и поэтому прогноз долгосрочный для них – это дело более сложное и менее вероятное, скорее всего. Поэтому здесь, наверное, другие способы расчета потребности и, наверное, большая мобильность системы. Совпадало количество выпускников и количество трудоустроенных ребят по этому направлению или приближало к совпадению. Действительно, сейчас достаточно много сделано уже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», поскольку он до 2024 года будет реализовываться, то действительно в течение 6 лет более 50 миллиардов рублей будет выделено на развитие колледжа региональных систем профессионального образования. Только на оборудование современных мастерских и лабораторий ежегодно направляется по 4,3 миллиарда рублей. Всего будет создано 5 тысяч таких лабораторий. Понятно, что важно эффективное вложение средств, поэтому основными инструментами модернизации системы СПО для нас является, во-первых, новое и обновляемое, постоянно актуализируемое содержание подготовки. Ведется работа по актуализации перечня профессий и специальностей. В сфере общественного питания на 10% обновлен перечень профессий, актуализированы стандарты. Это профессии повар-кондитер, поварской кондитерской отдела, они являются самыми массовыми в подготовке кадров. И есть очень востребованные рынком труда такие профессии, как технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, технология молока и молочных продуктов, организация обслуживания общественного питания и так далее. Но профессиональных стандартов по этим направлениям нет, и поэтому актуализация образовательных стандартов по ним задерживается. Внедряются новые оценочные механизмы. Нам важно, чтобы качество образования соответствовало мировым стандартам компетенций по соответствующим профессиям и специальностям. Поэтому сегодня для нас важнейшим инструментом является демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, потому что он предусматривает моделирование реальных производственных условий, и люди, прошедшие этот экзамен, готовы встраиваться в производство, в реальное, с большей эффективностью. Сегодня в сфере общественного питания выпускники очень активно сдают демонстрационный экзамен. В прошлом году из 4 тысяч, 2 тысячи это были выпускники по сфере общественного питания. Это 50%. Определённые инфраструктурные решения, помимо мастерских, у нас создаются ещё центры, опережающие профессиональные подготовки, которые как раз нужны для того, чтобы конструировать программы подготовки под непосредственную потребность, не под долгосрочный прогноз кадровой потребности, а вот под реальный, актуальный сегодня запрос работодателей, причём, возможно, и уникальное сочетание компетенций под конкретную производственную ситуацию того ли иного, малого или среднего предприятия. При этом мы создали за 2 года, за 2019 и 2020 году разыграны тоже мастерские, поэтому за эти 2 года будет создано 83 мастерские с современной материальной базой в сфере общественного питания, 2014 в 2019 году и в этом году будет 2019. В связи с поручением президента планируется создание центров, опережающих подготовки во всех регионах, их будет 100. В конце 2019 года 14, в этом году 15 создано. Важно, конечно, и чтобы кадры, которые преподают нашим детям, обучают их в этой сфере, были достаточно высоко квалифицированы и соответствовали уровню современного производства. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» не менее 35 тысяч преподавателей мастеров производственного обучения должны пройти повышение квалификации. В этом году уже по поварскому делу обучено 1200 человек по кондитерскому делу, более 500 по ресторанному делу, 250 по хлебопечению – 150. И очень важны еще одно направление – внедрение управленческих механизмов повышения конкурентоспособности системы профессионального образования. Это модель вовлечения общественно-деловых объединений, участия представителей работодателей. И очень важна идея создания ассоциаций, организаций, готовящих кадры в сфере пищевой промышленности, потому что это тоже общественно-деловое объединение, которое более эффективно, с большим ресурсом может взаимодействовать с работодателем, что, собственно, и повысит потенциале практикоориентированность наших программ. И очень важное направление – восстановление наставничества, которое, в принципе, было всегда такой традиционной практикой советской системы образования, и немножечко утратилось последние годы, поэтому задачей проекта – восстановление наставничества. Мы сегодня говорим очень много и в перспективе про переход от массовой стандартизации в подготовке кадров к массовой уникальности. Я вот уже сказала эту идею о возможности конструирования гибких образовательных программ под запросы конкретных работодателей или самого человека. Причем это возможно делать на протяжении всей жизни. Поэтому мы сегодня даже тему профориентации рассматриваем более широко. Это и работа с детьми, которая обеспечит более ранний и более подготовленный вход в профессию, и работа со взрослыми, которые могут достраивать свои компетенции, свой профиль компетенции, скажем, под задачи его конкретной профессиональной стратегии. Мы сегодня очень активно начали внедрять, где-то в какой-то степени вынужденно, тем не менее, начали внедрять дистанционные формы обучения не только из-за эпидемии, но она помогла нам преодолеть предубеждения многим педагогам, мастерам производственного обучения, преодолеть внутренние барьеры, чтобы увидеть серьезные потенциалы этих технологий, которые помогут и интенсификации образовательного процесса, и повышению качества подготовки, потому что даже в мирное время, будем так говорить, когда закончатся все наши страдания, связанные с пандемией, использование виртуальных тренажеров и симуляторов обеспечит более качественную подготовку к практической части программы, сокращая период и количество ошибок и расхода материалов. Поэтому все эти задачи, еще многие, которые я сейчас уже должна отрезать из-за регламента, предстоит делать нам всем вместе одной соответствующей нормативной базы, которая сегодня не отвечает всем потребностям и тем новациям, которые мы запускаем в системе образования. Поэтому вместе с профессиональной ассоциацией, с ассоциацией учреждений мы будем двигаться в сторону разработки и потом реализации в стратегии в развитии системы образования. Спасибо. Уважаемая Анатольевна, вам искренняя благодарность, как от ректора инженерно-технологического университета за такое содержательное выступление. Это не подхаливство, действительно ответили на большинство вопросов, которые коллеги задают нам. Мне приятно, что тем самым вы поддержали, в общем-то, и мое предложение по созданию ассоциаций. Я думаю, все коллеги отметили, мы абсолютно не сговариваясь, действуем в логике, в данном случае Министерство посвящения, Министерство, конечно, науки и высшего образования. И вот то, что я говорил об основных принципах, задачах и целях, они практически полностью коррелировали с тем, что, безусловно, в рамках госполитики, сказал Алла Геннадьевна, что я считаю очень важно для организации качественной, такой ассоциативной нашей группы. Вы в своем выступлении сказали о проблематике в плане разработки профессиональных стандартов. Это действительно так и есть. И вот я думаю, что здесь надо слово передать Лен Давидне Горячева. Она у нас человек, который исполняет обязанности по руководству ФУМО. Мы подавали заявку в Министерство посвящения. Она была принята на первом этапе по руководству ФУМО по 19-й группе СПО. Вот, Лена Давидна, расскажите нам, коробка-юмка, об основном состоянии денег в этой сфере сейчас. Какие профстандарты сейчас уже приняты, какие нет? И как мы видим дальнейшее развитие ситуации, что планируем там делать в этом направлении? Вам слово, Лена Давидна. Спасибо, Михаил Григорьевич. Я хочу, во-первых, поприветствовать совещание. И, естественно, хочу рассказать о, пользуясь случаем, хочу рассказать о тех задачах, которые мы ставим для работы ФУМО. СПО по 19-й группе промышленной экологии и биотехнологии. В настоящее время наша заявка находится в Министерстве просвещения на создание этого ФУМО на базе нашего университета. И поскольку эта заявка одна, то мы надеемся, что она будет удовлетворена, и мы будем работать. На сегодняшний день, к сожалению, презентация что-то моя не видна. Ну, неважно, пользуясь возможностью появившейся, мне хотелось бы сказать вот что. Что мы уже приблизительно приготовили те направления, которыми мы будем руководствоваться в деятельности ФУМО. И я бы хотела остановиться на трех направлениях, которые, с нашей точки зрения, наиболее актуальны и являются на сегодняшний день. Ну, во-первых, это создание цифровой платформы, образовательной платформы, формирование базы онлайн-ресурсов. Это будет очень полезно для всех представителей СПО. Второе, это разработка моделей индивидуальной образовательной траектории, о чем тоже говорилось уже сегодня. И еще самый главный момент, как я считаю, одной из главных задач ФУМО и СПО, это участие в разработке профессиональных стандартов и оценочных средств книг. Ну, создание цифровой платформы, можно говорить о том, что создание цифровой платформы позволит нам наиболее в режиме онлайн, наиболее как бы сразу реагировать на те проблемы, которые будут возникать у обладательных организаций, ну, естественно, в рамках деятельности ФУМО. Это позволит нам наиболее часто собираться и решать те вопросы, которые касаются тех вопросов, которые касаются именно направления деятельности ФУМО. И, естественно, цифровая платформа позволит нам интегрировать все базы, на которых работают СПО региональные, и позволит нам делиться опытом очень быстро и в онлайн-режиме. Второй вопрос тоже очень важный, это касается профессиональных стандартов, разработки профессиональных стандартов. Я хочу отметить, что Московский государственный университет пищевых производств на сегодняшний день является одним из ведущих ВУЗов России, которые разрабатывают профессиональные стандарты для СПК-АПК. Надо сказать, что мы участвуем на сегодняшний день в разработке 12 профессиональных стандартов, причем 8 этих профессиональных стандартов мы являемся единоличными разработчиками для СПК-АПК. Три из этих профессиональных стандарта уже утверждены. Это специалисты по технологии продуктов питания животного происхождения, специалисты по технологии продуктов питания из растительного сырья и специалисты в области биотехнологии продуктов питания. На сегодняшний день мы разрабатываем оценочные средства к этим стандартам, что является очень важным моментом. Наши специалисты нашего университета прошли специальные курсы обучения в Нарке и пошли именно по составлению оценочных средств для экзаменов оценки профессиональной компетенции. СПО тоже будут привлечены по желанию, кто имеет материальную базу, они тоже могут являться центром компетенции для проведения практической части этого экзамена. Еще хочу отметить, что в этих экзаменационных центрах могут сдавать экзамены не только выпускники образовательных организаций, но и работники пищевой отрасли. Во время разработки профессиональных стандартов и во время разработки оценочных средств мы очень тесно работали с нашими ведущими работодателями. Не могу отметить Черкизовский агропромышленный комплекс Черкизова, Союз сахаропроизводителей России, агрокомплекс объединенные кондитеры. И, естественно, они приняты в создании наших учебных планов и в корректировке наших образовательных программ, и это дает нам возможность развить направление индивидуальных образовательных траекторий. То есть мы хотим готовить специалистов конкретно от каждого производителя. Помимо тех компетенций, которые обновлены ГОСом, они смогут еще получить дополнительные компетенции, которые заявлены каждым производителем. То есть мы будем готовить ребят непосредственно для каждого работодателя. Для этого, естественно, нам необходимо активно учиться всех представителей СПО и всех принять участие в работе нашего СПО. Мы с вами будем подробно поговорить о структуре, о работе нашего СПО. Но на этом мы будем подробно себе запутать, пожелать к человеку и всего хорошего. До свидания. Спасибо. Я абсолютно убежден, что Ассоциация сможет простимулировать участие всех СПО, всех уголков нашей страны. И мы с вами понимаем, что в любом случае профстандарт, на что мы обязаны ориентироваться, это некий интерфейс между нами, теми, кто готовит кадры, и теми, кто потом их использует, то есть предприятиями. И вот моя задача как ректора, как человек, который уже подписал это соглашение, да, как инициатор, чтобы, еще раз повторюсь, подавляющее большинство желающих организаций, которые готовят кадры из рабочей профессии, высшего образования, были вовлечены в этот процесс. Еще раз повторюсь, Ассоциация должна стать и в этом вопросе одним из организаторов и таких ключевых элементов. Я предлагаю послушать наш зарубежный опыт подготовки специалистов рабочих профессий. Я анонсировал у нас сегодня на связи профессор Политехнического института города Каимбры, Руи Мануэл Мачадо-Дакоста. Я постараюсь ключевые тезисы его переводить, поскольку коллега будет выступать на английском языке. Надеюсь, что связь позволит сделать это четко и без боя. Руи, вам слово. Здравствуйте, Руи. Это ваша слово. Давайте поговорим. Мы не слышим тебя. Смешайте. Смешайте на микрофон. Смешайте на микрофон. Прости. Прости. Смешайте. Смешайте мне сейчас. Да, да. Прости. 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 Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо за вытащение. Очень приятно с ВИДСКЗС. Я не знаю, могу я показать свои слайды или вы показать свои слайды? Should I open here in my computer? Включите презентацию, пожалуйста. You can speak. Our moderators, we switch it on in a moment. All right. I don't translate it. I don't translate it. Okay. So my presentation is about the experience in Europe about the interaction of business and universities. And so I will speak about the different collaborations we can have and show you briefly the summary of important points that we have to consider when we think about the university and business relations. Руи расскажет о ключевых трендах взаимодействия этих организаций, то, на чем нужно делать особые акценты, где университеты и предприятия могут быть другу полезны. И в университете он подразумевает еще и колледж. Go on, go on. Руи, go on. Can someone put my slides on? We have some problems with your conversation. Just speak. Everybody understands you. All right. So, if you go, there are several reports on the University of Business Cooperation. And I sent to you a slide where I have a summary of the reports from Melink in 2014 from the M-Cosso project. But if you look to recent works, they are very similar. So, here they are like the six important points on the outcomes and impacts of the university and business cooperation. So, one main impact of the business frequent cooperation is about the skill of students that are relevant to the labor market. Самое главное – это профессиональная подготовка под конкретный заказ предприятия. The second main outcome is the innovative capacity of the companies. And the third one is the knowledge of academics. The fourth, the practical skills of professionals from the companies. The fifth impact is on the regional development and social cohesion. And a sixth impact is the performance of business of the companies. I'll translate. Второй пункт, очень важный, это учет инновационного оснащения предприятий в учебном процессе любого колледжа и университета, то бишь, кооперации совместно. Третье – это обязательный опыт академического сообщества. То есть этот опыт должен быть учтен именно бизнесом. Здесь речь идет о науке. Это практикоориентированное образование и менторский подход. То, о чем как раз мы говорили. Обязательное региональное развитие и социальный аспект. И последнее – это, насколько я понял, творческая составляющая, творческие экзамены и тем самым продвижение, популяризация отрасли. популяризация среди абитуриентов. Вот это шесть ключевых позиций, которые были трудны в образовании в Португале. Спасибо большое. Пожалуйста. 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 Обязательно. between business and university and those activities are in my next slide are the mobility of students between universities and companies this mobility occurs in internships, occurs in projects within disciplines and then also there is another important point that is the mobility of academics academics going into... Образование университетов должно быть напрямую связано с деятельностью предприятий ключевым элементом в этой системе является академическая мобильность если перевести на наш прикладной язык, то РУИ говорит о дуальном образовании образование и профессиональная ориентация должны быть вовлечены в один учебный процесс Yes, it's important also to speak about mobility of academics it's very important that academics stay sometime in industry and interact often with industry either in projects, research projects, or projects for development of new equipment or projects that intend to solve an issue that the companies have вторая позиция это проектное образование то есть любая выпускная работа или дипломная работа студента это непосредственная задача предприятия которая решает в реальном времени то что действительно необходимо тому или иному бизнесу бизнес единице третье это академическая мобильность именно с точки зрения преподавательского состава здесь речь идет о том что с одной стороны должна быть профориентация и профилизация того существующего профессорского состава в университетах которые есть то есть они должны быть в курсе тех инноваций которые есть в индустрии и в обратную сторону работники предприятий должны проходить решение квалификации в этих учебных заведениях то есть тоже о чем мы с вами говорили какие то есть обестрали проект они которые решаются это это с нам все уже с компанией. Так, есть, Руев? Два минуты, Руев. Суммайся. В этом университете бизнесе есть финансирование для компании. Компанией должен иметь обучение на исследование. Они нужны для исследования или для исследования для нового продукта или нового продукта. Они должны быть основными. В этом университете есть компании которые могут быть в порядке. И университетам которые работают на это проект, чтобы обеспечить решение. И эти проекты сейчас становятся более важными и имеют больше финансирования. И каждый раз мы имеем больше финансирования для таких проектах которые хотят уверены, что деньги, которые они дают для исследований увеличивают компетитивность. если коротко университет является интегратором предприятие является координатором. Все что происходит в университете образование наука координируется бизнесом. Это вот ключевой посыл то что говорит Руи и это залог успеха по его мнению качественной подготовки специалистов. В этом году в будущем я думаю, что мы время будет в будущем мы можем увеличить компенсирование с бизнесом на уровне для решения с компанией и также мы можем получить компенсирование Продолжение следует... 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 Я хочу сказать, что Черкизово уже три года активно занимается и плотно занимается привлечением молодых специалистов, развитие молодых специалистов. И так как мы очень крупный работодатель, мы знаем и понимаем все вот вызовы кадровые в контексте всей отрасли. Я напомню, что мы сейчас представлены в 16 регионах и у нас работают более 30 тысяч сотрудников. И мы включаем все сегменты растеневодства, кормопроизводства, свиноводства, птицеводства и мясопереработку. И во всех направлениях бизнеса у нас проходит практику и стажируются студенты, выпускники колледжей и вузов. И как раз в своей презентации хочу рассказать о той проблематике, с которой мы сталкиваемся и те, какие решения мы сейчас принимаем и какие у нас есть инициативы в этих вопросах. Ну, первое, наверное, хотелось бы отметить, что мы ощущаем, конечно, нехватку специалистов, молодых специалистов во всех сегментах. Ну, например, если взять свиноводство. Свиноводство у нас представлено в пяти регионах. Это Пенсинская, Липецкая область, Воронежская, Тамбовская, Орловская область. И мы проводили аналитику минимум в трех регионах. Это Пенсинская, Липецкая область и Тамбовская область. У нас не хватает специалистов. Например, есть проблемы с ветеринарными врачами, с ветфетшерами. Мы сделали также аналитику по контрольным цифрам приема. То есть сравнили, какое количество КЦП и какое количество действительно у нас работают таких специалистов. И есть в некоторых регионах даже дисбаланс. Я бы добавила еще, наверное, Белгородскую область сюда. И с такими вещами мы сталкиваемся и по другим профессиям. Это и механизаторы, и слесари, и электрики. В Липецкой области нам нужны птицеводствия. Вторым, наверное, моментом я бы хотела отметить то, что у выпускников зачастую не хватает необходимых знаний и компетенций. Тот, что требует уже действительно бизнес и те технологии, которые сейчас внедряются в АПК. Мы знаем, что Черкизово – это действительно лидер в пищевой отрасли сейчас России, в технологиях. Тот же самый завод, первый роботизированный завод в Кашире. Плюс наши другие площадки в свиноводстве, в птицеводстве и в агродивизионе, которые автоматизированные, которые, где мы аккумулируем самые лучшие технологии, по сути, мировой практики, уже задают определенный уровень компетенции, требуют компетенции. Как и к нашим сотрудникам, так и к выпускникам. И об этом сейчас говорит не только Черкизово. Эти вопросы сейчас обсуждаются уже достаточно часто. Другие работодатели также это озвучивают. Поэтому здесь также вопрос еще и профориентации. Важно для студентов и даже для школьников, чтобы понимать и раскрывать будущие профессии, чтобы понимать, чтобы ребята уже в будущем понимали, какие технологии используются. И также здесь мы хотели бы отметить, что здесь очень важна и подготовка самих преподавателей, чтобы они также понимали современные вот эти тенденции. То есть зачастую ребята у нас, когда к нам приходят, они понимают классические методы, инструменты. И мы даем им уже возможность освоить новые техники, когда они на производстве. И было бы здорово, если бы уже на этапе образовательного процесса совместно с нашими дорогими партнерами мы это делали вместе. Поэтому если все это резюмировать, что мы предлагаем? Мы предлагаем вот это совместно выстроить цепочку непрерывного образования, школа, колледж, вуз и работодатель. И здесь в Черкизово инициируют несколько проектов, такие как дуальное обучение с нашими колледжами. Это сейчас программа работает в пяти регионах, в Липецкой области и в Пензенской области. Да, у нас, коллеги, у нас сколько есть минуты, да? Людмила, если можно, резюмирую, я искренне прошу, мне нравится, буквально, дайте нам буквально 30 секунд, поприветствуйте коллег. Ключевую позицию вашу поддерживаете или нет? Это директор нашего финансового колледжа. Коллеги, мы поддерживаем, конечно, эту ключевую позицию и совместно с вами готовы участвовать и в профориенционных мероприятиях, и в кастомизации образовательных программ, и в стажировках преподавателей. Это наши новые коллеги. Лена Аликовна, вам, вам коротко. Да, я приветствую вас от имени отраслевых технологий.